Любая книга несет в себе какую-то информацию. Вот сейчас я держу Библию в руках. Как и любую книгу, ее можно проверить. Вот в чем дело. Вот это очень интересно. Как мы можем проверить? Давайте так, вы сказали про проверить с помощью книжки. Я все-таки буду принципиальным, потому что я здесь один, вас много. Там у вас есть цитаты, кажется, вашего основателя, про, если у вас есть вера на горчичное зернышко, то вы можете обору сдвинуть и так далее, и так далее. Давайте так, я не экстремист, я не прошу горы двигать. Смотрите-ка, давайте пример, что дальше мы идти не можем. Если мы не будем принципиальны, мы далеко не уйдем. Вот платочек. Так, только без кроликов. Вот платочек. Я не прошу горы. Вы не могли бы этот платочек, не сильно на него дуя, переместить одной силой веры, ну, скажем так, отсюда, вот сюда? Отец Андрей, не поддавайтесь. То есть я как ведущий категорически запрещаю. Нет, отец мой, я сейчас не с вами. То есть взрослый человек сидит в галстуке, вот вид человек в галстуке, он, наверное, может за себя отвечать. Да, а я как модератор модерирую... Модератор, какие слова у вас не кошерные. Да, а я говорю, никаких передвижений, левитаций, я, наверное, мне программу не допущу. Давайте все-таки вернемся к теме. Так, понятно, правильно. Потому что если это произойдет, то вы сами верите... Вы не дали человеку доказать его веру. Правильно, потому что человек говорит, что это вера. Вера по определению то, что не доказывается. Нет, а не надо простой. Я просто увидел цитату, вы сами заявили, что с помощью книги можно проверить. В книге написано, я прошу проверить. Иначе, получается, или кто-то уже... Вы не даете договорить отцу Андреевичу. Вы ему не дали минуты, обратите внимание. Вы дали ему ровно 7 секунд, и потом бежали. Я был вынужден, потому что иначе мы не двинемся никуда. А вы не будете вынуждены, вы расслабьтесь. Да. Расслабьтесь. Не, ну я сейчас не на тайском массаже. Вы расслаблены. Или вы предлагаете. Тогда верните платочек на место. Нет, ну почему, у меня свободная воля, там тоже написано про свободную волю. Вот пусть платочек лежит. Я буду ждать, пока его кто-то силой веры... Вот, вы ждите и молча ждите. Отец Андрей скажет. А многие хотят, чтобы я не участвовал в дискуссии. Я это знаю. Нет, многие. Это интересно. Первый и второй канал, они очень боятся. Вот давайте просто немножко, ну немножко я вас призываю, тоже призываю, ну так, предлагаю, друзья мои, подумать. Вот смотрите, миллионы, вы поняли науку археологии? Замечательная наука археологии, она как раз догадывает, что Земле не 6 тысяч лет, а гораздо больше. Миллионы, не что, миллионы, сотни миллионов лет Земле. И расцветы, и закаты. И потом рыбы, приматы, архантропы, и многие до сих пор еще заседают некоторые горловые власти архантропы. Затем неоантроп, новый человек. И все эти цезарь, клеопатры, клеопатры, много языков стала соблазнительница. И древняя Греция, поэты, философы. Я прошу, попередите наше время. Философы, у вас вечность, у вас вечность, у вас нет времени. Да нет программирования. Нет, я потерял, с чего вы начали. У вас вечность. Так вот, смотрите, все это, миллионы лет, философы. И вдруг, вот после всего этого, у одной еврейской девочки рождается Бог. Не от мужа причем. Это вообще что? Вся проблема вот этих всех вечных бесед, я не впервые принимаю участие, это все бессмысленно. Я говорю, ну, докажите, что, ну, смешно, были миллионы лет истории, потом у еврейки рождается Бог, да? Что-то, и нет ни комментариев, никаких-то, ничего абсолютно нет. Ребята, вы говорите просто так. А ее врачи хотя бы делают операцию, и многих спасают. Врачи реально спасают, ученые спасают реально. Потом, зачем, минуточку, если, смотрите-ка, ведь все в мире, как учат отцы церкви, происходит либо по Божьему соизволению, либо по Божьему покущению. И если у нее рак, то это было либо соизволение, либо покущение. Почему вообще с этим тогда больше? Зачем больницу? Почему никакой не сразу? Пусть она лечится иконой. Да, сейчас восемь недели. Ни рейсов самолетов, ни поездов, ни электричества, ни вот этого всего, ни через что нас смотрят, не было, пока попы веками душили ученых и здравую убыться. Это было так. И христиане сожгли Александрийскую библиотеку. В Древнем Риме делали операцию на роговицы глаза. Потом темные века христианство всего уничтожено. И что касается больниц Салифа, ну слушайте, медицины не было. Люди раньше помирали от самых смешных вещей, которые сегодня лечатся на раз. Понимаете? И была проложительной жизнью тысячелетиями, 30-35 лет. А сейчас 70-80 и так далее, и так далее. Это дала наука, а не болтовня религия. Вы понимаете, это все красиво звучит. Видите ли, Древняя Римская империя, там уже был высочайший уровень развития всего, в том числе и медицины. Уже делали операцию на роговицы глаза. И потом, когда пришли ваши коллеги, они стали сжигать, уничтожать. Вот все считали, что мыться-то не очень надо, на самом деле. Как вы помните, там струпья, струпья. Кто-то кормился червями в своих струках. Нормальная была история. И первое, что сожгли библиотеки ваши, товарищи верующие. Второе, разрушили красивые статуи, да, где красивое человеческое тело заменили. А потом пришли атеисты и все наладили опять. Так не атеисты пришли. Пришли люди, которые просто хотят созидать. Зачем мы эти ярлыки навешиваем? Хорошо, хорошо. Видите, младенец Иисус, вот то, что вы называете мифологическая фигура. Я думаю, мифологичность прежде всего в том, что он родился на Соломе. Вертеп, что подсказывает и подчеркивает, что это рождение в жутко антисанитарных условиях. А других не было там условий, кроме антисанитарных. Были, были, была приличная комната. А их отправили по собственному понятию. А как вы знаете приличную комнату? Вы там присутствовали? У нас есть документы? Ну, у нас есть повествование Евангелист Луки. В гостинице не нашлось места. Их отправили. Ну, перевод вертеп и изображение пещеры, конечно, это анохронизм. Их отправили вот в каждом караван-сарае в закон для скота. Но в гостинице, простите, гостиница в Древней Иудее, это не современный пятизвездочный отель или даже однозвездочный отель. Я так понимаю, что не было даже финской сантехники. То есть с унитазами была проблема. Ну, это я думаю, мы не имеем права выносить такие скороспелые суждения. Нет, ну почему? У нас есть археология. Ну, вы думаете, вы понимаете, археолог может найти то, что люди бросают при переезде. Осколки дешевые, керамики и так далее. Ну, конечно, финские унитазы и в первом веке нашей эры не бросали. А, то есть, ну, я, то есть... Поэтому их и не находят. То есть семейство таскало его сначала в Египет, потом из Египта. Да, да, конечно. И 40 лет, а до этого 40 лет в пустыне тоже с финской сантехникой? Нет, может быть, с итальянской. С итальянской. Но все наши туда, через Италию. Хорошо. О чем повествует рассказ об источении воды из скалы? На самом деле, конечно, это была итальянская сантехника. Ну, вот я знал, что вы так. Я сейчас расскажу. Но дело в том, что вы же упомянули младенца, младенца, которого вот в капусте и ляисты. Но ведь есть еще понятие рекапитуляции, когда эмбрион от состояния предпредковых, так сказать, форм, да, там с жабрами, со всеми делами развивается за 9 месяцев. Потом получается отец Яков Кротов. Соответственно, мой отец, поскольку у нас все-таки отцы разные. И видите ли, история такая, что ну как после этого вообще можно всерьез говорить о том, что вот... Если эмбрион развивается в священника, почему Евангелие не может развиться, помимо прочего, и в кортеже с телохранительными? Нет, послушайте, все эти языческие софизмы, я вас прошу... Мне обидно за язычество. Оно не более софистично, чем христианство. И в основе язычества тот же поиск правды и веры, и истины, что и в христианстве. Это самый великий, могучий русский язык, и можно красиво сказать абсолютно все, что угодно. Но есть жабры, есть рекапитуляции, и кто не знает еще из слушателей или зрителей сети Визора, может посмотреть это в энциклопедии, что такое рекапитуляция. То есть если есть аппендикс, то Бога нет. Есть. А по поводу аппендикса, ведь вы посмотрите-ка, сколько лет, сколько веков люди помирали и говорили, что вот Бог дал, Бог взял. И жили там, сколько там нужно, пока аппендикс не развился. А только в конце 19 века, впервые в 1888 году, уже точно поняли, что да, вот его надо действительно удалять, и можно, и что. А раньше ждали, выживать не выживали. Это же кто мешал? Это священники мешали изучать человеческое тело. Пока не пришел выдающий. И чуть не посадили Леонарда Вича. Во всех церковных лавках стала появляться икона с изображением Наполеона Бонапарта. И я об этом писал... Наполеона Бонапарта? Да, я рассказываю. Дело в том, что я еще об этом писал в «Коммерсанте власти». В 2006 году вышла статья, она надела много шума. Вот здесь я покажу. Во-первых, вот она икона. А, картинка есть. Это картина, как видите. А, это известный образ, да. Да, естественно, это Луи Давид, Наполеон на перевале Сен-Бернард. И вот здесь, видите, ботфорты генерала революционной армии, плащик, амуниция, лошади, все как положено. То есть убрали шляпку, заменили каноническими барашками и положили вот эту вот замечательную зверюшку, да. Позвольте, это наш российский зеленый зверюшка. Сейчас все расскажу. Это ваш зеленый зверюшка, да. Вот здесь, видите, вот Давид, вот, соответственно, иконка. И вот здесь вот она. Это здесь, видите, пожалуйста, Софрина. Ну, что же еще? Конечно, Софрина, да. Вспоминаем антимонопольное законодательство. То есть у меня их очень много, мне их отовсюду привозят, дарят, как сувениры. У меня огромные. Вот такие большие, маленькие. Она, кстати, очень хорошо. Позвольте, я вас перебью. Вы же сидите, вы же не отрываетесь от Земли без гравитации. Я думаю, что если взять, ну, так сказать, исследовать на биологию, на биохимию, на генетику, у нас много чего будет общего, несмотря на разницу позиций, да. Вы человек знающий, но не наблюдательный. Я плотно сижу на стуле, как раз потому, что я вынужден, чтобы компенсировать свою левитацию, я вынужден много грузить внутрь. А если, то я воспарю. А вождение вождение. Вождение вождение, да. То есть я так понимаю, что многие священники, особенно православные, потому что на Западе как-то все более... Они не умеют левитировать. Они специально нагоняют водоизмещение вот этого, чтобы не воспарить от духовности. Чтобы не отрываться от пасты. Ну вот я знал, что здесь что-то порыто. Вот такая собака. Вот теперь я понял, что собака порылась. Не сжаритая, не собака, а съедено просто много продуктов. Съедено много продуктов. Так вот. Евгений, а у меня такой вопрос простой достаточно. Вот вы не верите, что Бог есть? Видите ли, я не понимаю, что такое верить, не верить. Я знаю, не знаю. Я не против. Я не против абсолютно чего бы то ни было. Если вы мне представите серьезные доказательства, ну помимо басен древних иудеев, да, я буду счастлив. Если я узнаю, что душа есть некая субстанция, что она вечна, что мы никто не умрем, что я буду вечно жить, я буду счастлив, если вы мне это докажете. Но поскольку пока у вас ничего серьезного нет... Да, Евгений Николаевич, у вас же спросили, веруете ли вы? Вера – это то, что совершается без доказательств, в определении. Нет, без доказательств я не сумасшедший, я не могу не... Все, мы сумасшедшие, мы верим. Я скажу, давайте так. Вот я в этой студии живу, вот табурет к кресту. Я считаю, что вот эта табуретка – это и есть Бог, и вот этот табуреток, он создал все, что здесь есть, и вас, и нас. Вы скажете, что сумасшедшие, докажите. Я говорю, минуточку, а вы докажите свое. Нет, мы такого никогда не скажем. Тем более, это все... А это корпорация, корпорация взаимовожительных людей. Я думаю, что все достаточно. Нет, если вы так веруете, это ваш выбор, это ваша вера. Я никогда не буду оскорблять чужую веру. Минуточку. Я даже готов вам подарить эту табуретку. Табуретку, да, но это собственность компании. Я вас мещу, я заплачу, если вы вдруг уверены в табуретку. Руками, ногами, словом, чем, как она выглядит. Это интересно, мне интересно. Да. Бог создал нас по образу и подобию своему. В этом сразу мы видим некую... Он на вас похож или на меня? Евгений Николаевич. Тринитарность или троичность человека. То есть, если Бог троичен, а Он триедин, как мы верим в это, я без оговорок, да, я сказал, что я решил проверить эту книгу, лично я провериваю, Бог есть. Для меня Он... И Вы видели, он выглядит как Вы. Вот дух человека, это как раз сердцевина сущности человека. Сердцевина сущности, это невозможно. Евгений Николаевич, не перебивайте на каждой фразе. Перебивайте на каждой фразе. Если я не буду перебивать, это будет славоблодие, которое ничем не значит. Хорошо. Георгий Николаевич. Бог на кого? Личные тайны. Он похож на Обаму, на Путина, на отца Якова. Евгений Николаевич, во-первых, без политики. Во-вторых, Вам же сказали, что он не видит. Только это антропология. Он не видит. Антропология. И теология. И дайте говорить. Антропология, она может зиждиться либо на атеистических взглядах, тогда, будучи последователями материализма, Вы должны показывать вещи, которые не существуют. Я показываю, я показываю, вот я, вот Вы, это конкретно. В объективной реальности. Это конкретно, да? Вот объективная реальность. Объясняю еще раз. Вы сказали, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Но мы все очень разные. В Африке, в Китае все очень разные. Между нами очень разные. Леонардо да Винчи и там Кита Борисович очень разные. По какому образу кто создан? Смотрите, я звал атеист, а пришел сразу двое человек. Атеист, расист. Да. Нет, минуточку. С избытком. Мы действительно, с точки зрения каких-то вещей, абсолютно разные. При этом мы все обладаем одними и теми же правами. Хорошо, хорошо. Атеисты, вы меня представляете. Я ученый, я ученый, которому интересно все. Я не против концепции Бога. Пожалуйста, доказывайте, если вам интересно. Я очень посмотрю вашу монографию на тему доказательства концепции Бога или высшего существа, высшего разума. Ну, что мы будем цитировать театрально мастера Маргариту? Потому что и вы, и я знаем, что никаких доказательств от Бога в сфере существования разума быть не может. Нет, а зачем цитировать? Вы докажите, кто вам запрещает. Да я не хочу доказывать. Бог, которого доказывает, то, что уже не Бог. Это все равно, что Иисус со справкой с Жека. Это уже филология. Почему? А не надо не из Жека. Не надо передергивать. Дайте любой источник, так сказать. Нет, потом, хорошо, даже если родился некий Иисус, мы же не говорим, что он Бог. Потому что до него были динозавры, до него было 4,5 миллиарда лет Вселенной, которая доказана. У нас же всех, у ученых все ходы записаны. У нас сотни тысяч скелетов. У нас геология. У нас, значит, анализ чего-то вокруг нет. Хорошо, скажите так. Если, вот, вы как относитесь к генетике, к науке? Я имею генный код, да. Вы имеете генный код? Скажите, если Иисус отчасти человек, он тоже имел генный код? Он целиком человек. Он целиком. Он имел генный код? Да. Хорошо. Насколько вы знаете, сегодня абсолютно научно доказано, что у человека есть гены, ну, похожий, так сказать, генотип на свинью и крысу. Правильно? Вы слышали об этом? Вы знаете. Да он человек похож на весь животный мир. На весь животный мир. То есть вы хотите сказать, что у Христа, значит, тоже были общие гены с крысами и свиньями? У него и крестец был, я думаю, и аппендикс был, скорее всего. Нет, ну, конкретно, вот, ответ на мой вопрос. Да, да, конечно. Замечательно. Конечно. И вакуоли были. Кошмар. И митохондрии были. Кошмар, хорошо. Так поэтому в этом-то, собственно, и благая весть, что спасение... Ничего себе благая весть. Да. Для ваших коллег сегодня нехилая благая весть от вас сегодня. Вы понимаете, если вы спасение... Но, вот мой первый вопрос, вы больше атеист, агностик или антиклирикал? Или у вас это просто все три единства? Нет, когда я услышал антиклирикал, я сразу захотел, да, вот это я точно, вот здесь вот я точно, уже это я. Но, видите ли, как человек, который что-то когда-то где-то читал, я не говорю, что я прочитал всего Павлова Пенфилда и всех великих ученых и физиологов, и химиков, и физиков, но все-таки я примерно представляю, что если в первый день создать свет и тьму, а в четвертый источник света, это не вполне логично. Вот мне это уже достаточно, чтобы не называть себя верующим. То есть вы не антиклирикал? Нет, я антиклирикал сто процентов, да, тем более в нашей стране, тем более сейчас любой приличный человек вообще должен быть антиклирикалом. Даже, я думаю, что даже честный священник должен быть антиклирикалом сегодня. А в принципе, бывают для вас священные писания? Для меня? Да. Какие-нибудь писания для вас священные? Я не совсем понимаю слово священное, вы его употребляете в филологическом, в переносном значении? В данном случае я... Или в прямом? В прямом текст, который... То есть я верю, что некий текст происходит от некого божества, которое 6 тысяч лет назад, вопреки динозаврам, наплевало на динозавров и сделало из глины, без всякой ДНК, сделало из глины некого красного Адама, и потом еще к нему добавили хавоха. А хавох, просто кто не знает, хавох – это Ева, она же хавоха, просто звучит изначально на древнееврейском это хавоха, это еще более симпатично звучит, чем есть. Во-первых, не 6 тысяч лет назад, а 7 с половиной. Но 7 с половиной – это примерно то же самое для эволюции. Нет, я имею в виду священное писание в строгом смысле слова. В строгом? Насколько строгом? Это когда костры жгли Джордана Бруна? Нет, строгий смысл означает, что это текст, который верующие выделяют, как содержащие в себе откровение Божие. Церковные традиции выделяют из обморе древневосточной литературы несколько десятков книг, которые и составляют канон священного писания. На основе которых столько веков и собирали деньги, и убивали людей, правильно? Вы понимаете, с этим сложности. Сложности никаких не было. И собирали деньги, и убивали, и сейчас даже спокойно и держались на уголовном кодексе. И сейчас поняли, что без уголовного кодекса такие откровения не держатся. Причем этот уголовный кодекс? Ну как же, ну видите, не может, по крайней мере в России никак, посчитайте уголовное уложение 1845 года, на котором держалось православие в Российской империи, да? Это гитлеризм и сталинизм с юридической точки зрения детский лепет. Кто основал патриарший престол в 43-м году? Товарищ Сталин. Кто закончил соответствующую, так сказать, религиозную училище школу, да? Сталин окончил. Ну, видите ли... Где воспитывались все революционеры, все в 19 веке, когда Россия была великой православной страной, все ходили крестными этими делами, все. Не надо говорить, все ваши... Часовню тоже я развалил. И последние 50 лет ребятки были в погонах, ваши коллеги. Нет, ребятки были в погонах, но основной поток финансирования шел на воинство. Послушайте, послушайте песню Шульженко, все советские песни, там везде слово душа. Все нормально было, какие гонения? Пару раз сказали, что платите налоги, это вот это и есть гонение. Ай-яй-яй. Так, государственное финансирование научного атеизма вы отрицаетесь? Государственное финансирование научного атеизма, это были люди, верующие в тело Ленина. Ленин был бог, они молились на его мощи, ходили топ сумасшедших, потом они встали к другим храмам, опять им сказать, что молиться надо на те кости, которые древние, и этот не очень древний. Ребятки, это же была другая разница, на какие кости молиться. Ленин лучше сохранился, кстати, лучше, реально сохранился, чем эти все ваши ребятки. Как говорится, надо смотреть на соотношение затрата качества. А, затрат качества, это все-таки есть, да? Видите ли, наши православные святые сохранились, хотя никто за ними никоим образом не ухаживал. А с Владимиром Личем целый институт на улице Красная. То есть, если бы за вашим православным святым каким-нибудь ухаживал, так называемым святым, ухаживал институт на улице Красина, на улице Красина, тоже хорошая фамилия, да, то, значит, он бы был такой же, как Огурчик. Ну, к счастью, за ним не ухаживали. У нас есть, слава Богу, его, так сказать, авторские сочинения и бюсты, есть авторские бюсты, монеты. Только атеист может благодарить Бога за то, что был Ленин и его авторские сочинения. Нет, я не могу, я как атеист не сложно благодарить. Вы сказали, слава Богу есть. Нет, я слава Богу атеист. Ну, смотря какому Богу. Минуточку, православный священник думает, что есть несколько богов? Нет, Бог один, но какому Богу истинному или ложному возносить славу за то, что человек атеист, я не уверен. То есть есть еще боги и ложные? Да, полно. Полно? Да. Серьезно? И вовсе не те, о которых вы подумали. А каких я подумал? Вы читаете мысленное расстояние, вы телепат? Нет, но у вас лицо молчилось. Явно там был какой-то биатлонист у вас на уме. Биатлонист? Да. И передал его моржу. Я, честно говоря, никогда о биатлонистах не мечтал и не помышлял. Ему же отрезали голову не духовенство, а комсомолка, как вы помните. А комсомолка, она же тоже духовенство, только советское. Ну, куда же больше советское? Это же и есть. Ведь, видите, разницы никакой. Вот Ленин, мощи Ленина, вот, пожалуйста, там краткий курс Библии. Ведь никакой же разницы нет, как командовать невежественным большинством. С помощью чего? Ну, нет никакой разницы. Вы знаете, вот меня несколько раз в жизни били в основном представитель невежественного большинства. И надо сказать, что из этого вынес один урок. Что думать, что невежественное большинство легко управляемо, это глубокое заблуждение. Оно управляемо, к сожалению, не просто легко, а примитивно. Но на бытовом уровне... Я пробовал, не получается. А потому что вы неправильно, вы слишком искренний, нехороший человек, вы должны были быть лицемером, и тогда бы это большинство вам элементарно подчинилось. Кстати, я позволю прокомментировать себе этот монолог, дивный монолог, монолог такого советского партийного коммунистического идеолога, который говорит, что сейчас вы очень плохо тут живете, коров отнимаем, а потом там, когда вы помрете, и помрете-то точно, и может даже скоро, поскольку и коров отнимаем, и есть нечего, вот там наступит светлое будущее. Это такой же коммунизм. Вот коммунизм, это своего рода была религия, христианство, они потом все обещают, потом после смерти. И надежда, опять первое слово надежда, это пахнутого, надежда, наш комп подземной, но хотя бы, знаете, в СССР давали хоть что-то, хотя бы крущевки строили, а здесь ведь, да, ну, десятину или даже больше, а иногда и жизни ничего не дают. Это печаль. Хорошие деньги, что вы и стоите, очень интересно сказать. Удивительное дело, я открываю Библию. Но это не Библия у вас в руках. Почему так думаете? Там ваша фамилия, авторство стоит. А, да, действительно. Но, видите, для меня и вообще для уже значительного числа людей это новейший завет. То есть вы для себя написали Библию? Нет, вы знаете, я это не то, что писал, вы очень все это опошляете сейчас. Я это слышал, и моей рукой водило что-то высшее. Мы даже видали такие примеры, когда чьей-то рукой что-то высшее, но хотел бы вам напомнить, что это высшее навсегда плохо. Иногда нам кажется, что это плохо. А как-то вот, там же бирки-то, лейблы, но я не договорил. Действительно, народов нет. Так вот, листаю я ту вот, которая старенькая Библия, и страница за страницей. И я не вижу упоминаний России. Вы можете представить, Россия, самая духовная, ну, как нам сообщают, первый, второй, третий, четвертый, пятый канал, самая духовная страна мира. Вы сейчас всерьез об этом? Да, конечно. То есть для вас абсолютно серьезная проблема является то, что вибрии нет России. Это чудовищно. Более того, ни Иисус, ни апостолы, ученики, никто не сообщают о России. То ли они не знали, то ли они не хотели об этом говорить. Вы понимаете, Россия страна, в которой даже КГБшники поверили в Бога, как они говорят, и стоят со свечками. Как можно не упоминуть об этой стране, я не понимаю. Я не знаю вообще, что чужое, что не чужое, да, понимаете. Но мы же вот, например, мне вообще стыдно говорить про чужое, потому что нам не рубашка, галстук, пиджак, платок и все прочее, оно не совсем чтобы наше. А что такое наше? Ведь нет ни Эльдена, ни Иудея, все общее как бы, да? Все только русские, как говорят. Все только русские. Такие все русские. А что значит не наше? Ну, не совсем русское. Ведь это Италия и так далее. Латиня не все, да, это вредные. Хорошо, а на мне одежда, которая является греческим изобретением. Греческим, правильно, да. На мне западная, на вас еще ближе западная, но все равно западная греческая. Я вообще не понимаю, что такое исконно русское. Вот я как историк, я не представляю, что такое исконно русское. Вспоминаются слова Петра Львовича Вайли и Гениса, дай Бог ему здоровья. В их книге о русской кухне, там, по-моему, предисловие начинается с того, что русская кухня – это украинский борщ, грузинский шашлык, якутские пельмени. Ну, наверное, то же самое или нет с русской духовностью. Вы воплощение ее западнической стороны? С духовностью, вы знаете, это духовность, это такое дело. Я вам доложу, я этим делаю, видите, я духовностью занимаюсь иногда даже несколько раз в день. Да. Да. Но это, конечно, не для эфира, но я считаю, что это вполне духовное. Потому что это, я, например, себя чувствую, ну, я не знаю, как, ну, какие-то божественные эмоции испытываю во время того, как я занимаюсь духовностью. И я всем советую. С другой стороны, понимаете, русская духовность, она такая, она с портретами Сталина, она с портретами разных сатрапов, замечательным, с молитвой за ханы и золотую орду, за молитву за крепостничество. То есть она как-то отдает кошмариками, если честно. Потому что... Кстати, Валя, я как-то читал в вашем фейсбуке, а поскольку я имею честь быть вашим другом в фейсбуке, что вы, вам нравятся вообще фанатики. Есть такая фраза у вас? Может быть, мне все люди нравятся, включая фанатиков. Включая фанатиков. Да. Ну, то есть, допустим, вот, братья Царнаевы, которые взрывают, вам тоже нравятся. Они фанатики? Ну, они же взорвали, они пошли на крайнее, так сказать, дело ради своей веры. Мы, видимо, по-разному определяем фанатизм. А, вот это очень интересно. Как вы определяете фанатизм? Ну, во всяком случае, фанатик взрывать не будет. Вот я фанатик. Как это? Я же ничего не взрываю. Ну, вы знаете, это уже запредельный софизм. Почему? Они действительно, ну как, человек, я, так сказать, фанатично верю, допустим, в ислам. И он спокойно, так сказать, утверждает духовность путем тротила. Нет, нет, фанатично. Я считаю, что, вот я просто перебью, пардон. Я считаю, моя позиция, да, и историческая, научная, и гражданская, и юридическая. Потому что мы, я считаю, мы должны соблюдать законы Российской Федерации. Вот закон об оскорблении чувств верующих. Я считаю, что правоохранительные органы, которые арестовывают террористов, религиозных фанатиков, и тех, кто, так сказать, им помогает, пособников, они нарушают эту новую норму закона, потому что... Органы нарушают. Ну-ка, они нарушают, значит, они не уважают право верующего на реализацию его веры. Он верит, что если он взорвет, он попадет в рай, и что это правильно. Я прикидываю, насколько нас оштрафуют за то, что вы критикуете правоохранительные органы. Нет, а это не критика. Я считаю, что есть момент противоречия, и здесь нужно просто разобраться специалистам юридически. Все мы видим сейчас кадры хроники не 19 века, а документальных фильмов, когда всякие, значит, бездельники, там, с BBC, которым они замечательные люди, но я все-таки делать нечего, они приходят в джунгли, снимают, они берут интервью у всяких там местных деятелей, людоедов в прошлом. Людоеды говорят, что вот мы когда-то ели, сейчас нам запретили, но мы очень мечтаем вернуть эту духовную скрепу, эту традицию. И там видно, и там видно, как они это приносят в жертву, это, значит, тут шкуры какие-то, какие-то, значит, животные, деревья, все. Там как раз вот этот весь мир поклонения всем вот этим вот непонятным предметом с верой в то, что вот если вы правильно эту курицу, там, ее кровью польете вокруг чего-то там территорию, то здесь все будет расти. Это симпатическая магия, это я понимаю. Ну, такая симпатическая магия до, от симпатической магии до страшной идеологии, это же один шаг. О, да. Да, да. Вы простите меня. Да, я согласен. И этот шаг сделали авраамические религии. Мне казалось, этот шаг сделали Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович. Нет, это уже, это хилые ученики, иначе Коба, это хилый ученик ваших коллег из семинарии, такой недоучка, который, недоучка, цитировал Библию замечательно, почти наизусть, он, видимо, себя тоже представлял каким-нибудь... Ой, я вас уверяю, я знаю, он все время врал, он знал на троечку, действительно. Ну, а что, все дички знали? Может, Сталин лучше, чем дички знал? Нет, для семинариста он знал священные писания не очень хорошо, но проблема в другом. А если бы он знал хорошо, кстати, что тогда было бы? А что было бы? Дочитался бы, да подставь щеку, глядишь, и подставил бы... Пока он дочитался до туда, там бы он уже всех бы в соляной столб, тут бы огненный дождь, там, как пророк Ильи перерезал бы всех, кого не дают, жильцов в Вал, и все было бы нормально. Как еще подрабатываю, не только историк, режиссер. Я тут стал изгонять бесов. Я вам предлагаю... Куда они у вас уходят? Смотрите, ну, я сбываю там, коллегам. Значит, видите ли, я вам предлагаю, как явно, что... Вот я чувствую вас беса-агента Госдепа, я вам предлагаю за 100 долларов, ну, я сейчас не вам сделаю скидку по, так сказать, по блату. 99,9. 99,9, совершенно точно. Я изгоню с помощью этой иконы с изображением Георгия Победоносца, тире, Наполеона на перевале Сен-Бернард, из вас беса. Вообще тут надо пройтись, пройтись по всей вот этой вот посуде, по редакции. Просто поражен, как у атеиста, больше суеверий, чем у верующего человека. Нет, это... Во-первых, учтите, я ко всему подхожу научно. То есть, если хотите, я, например, знаю, что вы же в какой-то автономной церкви, не в РПЦ. Автокефаль. Автокефаль. Ну, видите, мой... Да. Шаланды полные кефали. У кефали большая голова, поэтому ее и назвали кефали. Совершенно. То есть рыба-голова. Церковь, которая управляется сама, у нее самостоятельная голова, называется автокефаль. Совершенно правильно. Видите, все мы образованные люди, поэтому я считаю так, что я же занимаюсь не только тем, что изгоняю бесов с помощью иконы Наполеона. Я еще как подрабатываю. Я заклинаю на полупроводниках научно. То есть, если, допустим, вы хотите, чтобы вас полюбило или вы вернутся в лоно РПЦ... Это приворот называется. Приворот. Я привораживаю на полупроводниках и могу вам это тоже устроить, если вам нужно будет. Потому что дело денежное. Вы мне 100 долларов, вы получите там гораздо больше. Я должна как это сделать. То есть я просто скажу им, что... Так, я солью информацию, что вы получили огромное наследство от родственников США, и они вас полюбят как родного. И вы хотите завещать это все в церкви, и они, естественно, поймут, что зачем вам вашей кефали завещать, когда можно завещать тому, чему нужно. Так что они будут сидеть как прикованные у вас. Верующих людей учить только портить, честное слово. Знанием портить. Знанием, конечно, сообщать эти основы биологии, да, что нельзя пальцы в розетку вставлять. Да можно. Честно, товарищи, товарищи... Я лично это проделываю неоднократно. Товарищи верующие, и их дети, и их родственники, если вы вставите пальцы в оголенную розетку, поверьте мне, ничего того, что не хочет Бог, с вами не случится. Но ведь, Сергей Николаевич, православный человек не будет оголять розетку. Это же неприлично. Он не умеет. Нет, это неприлично. Все должно быть благопристойно и члено. То же самое касается и благопристойной скрытой розетки.